Так, всем добрый день или доброе утро, у кого как. Прокомментирую бой, который будет в мае, по-моему, или 12-го, или 15-го. Еще пару боев прокомментирую, потому что крайне интересные, уже давно хороших боев не было. Посмотрю сетку, которая должна скоро быть. И, ну, меня в первую очередь этот бой интересует, это Камбосос, Джордж Камбосос, Австралия и Василий Ломаченко. Это бой, я не помню какой там вес точно, там 63,5 или 62. Камбосос выше Васи на 6 сантиметров, 176. Младший на 6 лет, Камбососу 30, Васе 36. Ну, понятно, размах рук и длиннее. Но это, как бы, ему особо не поможет. Там я некоторые смотрю влоги. Тренер у него, один из тренеров, россиянин, тренирует сейчас Камбососа. И рассказывает, что Вася там не тот, уже постарел, морально подавлен и верит в Джорджа Камбососа. И там есть парень из Молдавии, по-моему, видят влоги свои по боксу тоже, там какие-то постеры, заставки. Ну, в общем, похоронили они нашего Васю. Я выскажу свое мнение, потому что, в принципе, чемпионом мира никаких не стал, но боксировал нормально, с нормальными людьми. С моего города и мои знакомые были и победители чемпионов Союза, и победители Кубка СССР, и чемпионы Союза. В соседних городах ребята нормально боксировали. Поэтому есть, как бы, есть какое-то представление о боксе. И лучших боксеров мира, ну, видел вживую, как они боксируют, как они работают. Поэтому представление о боксе, ну, я считаю, есть какое-то. По поводу наших баранов. То, что Вася старше стал, мне Вася, наоборот, в возрасте намного больше нравится. Когда Вася был молодой на Олимпиаде, одной, второй, которую он выиграл. Мне, Вася, в стиле, ну, биться, бороться. Рубился, держал темпы, все. Сейчас Вася, это человек, который думает головой, пентиумом своим. Вася рисует ситуацию с этим Хейне, я могу фамилии путать, черненький, с кем он боксировал. Ну, Вася просто забрали победу. И это не аргумент, когда говорят, ну, надо было посильнее, надо было больше. Нет, надо просто правильно считать. Аргумент, что он молодой, ему надо дальше расти, а Вася уже свой отбоксировал, это не честно. То есть, если человек старше тебя в возрасте выходит и побеждает, то ему нужно отдавать победу. Это первое. Во-вторых, по комбосу, что я его много боев видел, я его бои видел из Теофима Лопесом, там, где он попал, да. И бой его видел с Хейне. Ну, это правша, у которого активный джеб, левая рука опущена. И опасный у него, кроме джеба, он бьет снизу вверх левый джеб и боковой левый. Любит клинчеваться, панчер такой активный, темповик. И бьет кросс правый. Любит добавлять, вот этот кросс правый, он бьющий, рука у него бьющая. Ну, я считаю, что для Васи это, как бы, решаемые вопросы. Даже если он и меньше, он, если я был бы Папаченко, папой Васи, я бы попросил Васю занять центр линга с первых минут, показать, кто в доме хозяин. И поддавливать комбососа. Комбосос первые четыре раунда полетит. У него всегда до шестого раунда большой темп. Он полетит на обмен. То есть, Вася тут должен ему заготовить, он сам левша, Вася, в разрез левый. И, ну, там у него комбинаций много. Он хорошо и по корпусу работает, проверит печень комбососа. Ну, и хлебом не корми, у левши ихний конек, это левый в голову навстречу и на отходе правый боковой. Это у них святая святых. Поэтому я просил бы Васю обрезать углы комбососу, показать с первых минут, кто начальник, и не идти сразу на обмен, но ловить его на... В общем, начать его кормить плюхами. Комбинацию у Васи вагон и маленькая тележка на все случаи жизни. Помнить о добром, любимом челноке, который он любит, передергивать на ногах. Выдернул, провалил, отработал. Выдернул, провалил, отработал. Все. А потом Вася после шестого раунда, у него начинаются сказочные раунды, потому что он держит темп. Он, ну, там, где я жил, в Затоке, у меня там был друг Эльмар, владелец отеля и большой друг Вася. И они с Усиком напротив нашего отеля постоянно в Затоке тренировались. Вася, папа, Усик, Гвоздик, их там целая когорта была. Поэтому, ну, Васю лично никогда не видел. Не буду обманывать. Он большой трудяга, у него понятие психологии, мне кажется, он психологически стал намного сильнее, зрелым. Мне с возрастом Ломаченко нравится намного больше, как боксер. У него есть удар, хоть он и чуть меньше физиологически. А после шестого раунда он должен раздергать, размотать Камбососа. Он по интеллекту намного выше. Камбосос должен потеряться. У Камбососа в глазах должна появиться сетчатка, отсвоение. Ну, он должен много мурашек видеть. Он нормально сечется, удар он хавает. Вот последний бой его с Хейне. Там летало все шоу. И Хейне начал добирать с седьмого раунда, ну, где-то с восьмого. С восьмого он начал Камбососа просто кормить, кормить, кормить и кормить. Ну, и Вася, в принципе, должен в таком ритме идти. Мне кажется, если Вася его начнет с седьмого раунда плотно болтать, то его можно, в принципе, уронить и сделать ТКО. Поэтому, подытожим, я не буду уподобаться этому российскому тренеру или вот этому Алымову, по-моему, который ведет с Молдавии в Логе. Я предположу, что Вася после шестого раунда начнет его танцевать, перекладывать с одной руки на другую. И, мне кажется, он его может и нокаутировать. Ну, а так, в принципе, всю верю в Ломаченко, в его Папаченко. Это режимщики, поэтому это ж не Тайсон Фьюри, который то наркоту жрет, то ирландские виски, то просто отжираются. Нет, это люди, которые живут в... Ихняя икона это кожаные перчатки и режим. Поэтому они придумают Камбососу вырванные годы и будет все хорошо. Ну, а так, в принципе, все еще прокомментирую 3 или 4 боя. Посмотрю, какие будут ближайшие. Тоже отдельно каждый прокомментирую. Все, всем хорошего дня. Верим в лучшее, мирного неба и побольше спорта и физкультуры в нашей жизни.